Барнаульцы все больше сплачиваются вокруг будущего парка 300-летия города и выбирают его уже рублем. Накануне активисты собрали нужную сумму на оформление альбома проектных решений будущего парка – 52 тысячи рублей. Презентуют его к голосованию за территории, которые будут благоустроены в 2025 году. По мнению общественников, наглядное изображение должно увеличить шансы превратить пустырь в зеленую зону. Объем работ очень большой и на весь проект, если вот так создавать, полностью детально, это не менее года уйдет. Но какие-то эскизы, какие-то наработки уже будут представлены к голосованию. Эскизы готовят студенты архитектурного факультета АГИК и архитектор Андрей Атаджанов. Ранее в институте прошел конкурс. Учащиеся представили 8 видений будущего парка. В финал вышли две работы, которые скорректируют профессионалы. Победители этого конкурса наиболее приближены к реальности был парк. И сейчас на его основе, соответственно, дорабатывается этот проект. Так как это все-таки общегородской парк, то есть в нем должно быть все. Не только какая-то одна направленность, например, спортивная. То есть зоны для прогулок, для тихих, детская площадка обязательно будет. То есть, чтобы закрывать потребности разных слоев населения. Например, дети уже используют местность по назначению. Катаются с местных склонов. В будущем по периметру зоны проложат лыжню. Она должна была появиться здесь этой зимой, но разъезжающие по пустырю машины помешали. Зонирование станет понятным по эскизам. Их представят на голосование в апреле. Активисты и жители индустриального района очень рассчитывают победить. И создать для себя парк с учетом своих пожеланий. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком.